За годом я была на молочном заводе Паскал, это вот в Беларуси, 180 километров от Винуса. Замечательно, очень хороший завод. Церк по производству сыра, готового сыра 10 км твердого. Это большой объем. Вот они рассказывают о том, что мы, этот цирк нас работал один-два раза в неделю. Потому что у них произошла такая ситуация очень интересная. Они нарастили обморку переработки молока, а самого товарного молока у них не было. А сейчас мы работаем почти что каждый день. Сейчас мы задумываемся о втором смене, а где же мы все его взяли? А мы говорим, что бесценны, как из Винуса возим около 100 км твердого и молока. И вот такая вот ситуация о том, что им оставлять нельзя. Вот Беларуси перекачивает это молоко и отдаёт нам. При этом на тот момент, это был 14-й год, но у них тенденция, в принципе, и осталась. О том, что молоко сырье у них стоило на 4 рубля в тот момент дешевле, чем у нас. А затраты вообще все накручиваются на рубль сырья. То есть, понимаете, да, уже, значит, эти рубля дешевле, значит, мы все разложим затраты. И, в принципе, мой молоко вкладмен, это уже минус 10%. И на тот момент у нас, они очень сильно подрывают нас, как, именно по цене. При этом, я говорю, а как у вас, как вы будете сделать массу сливочное, натуральное, по такой вот дешевой цене? Он говорит, а нам, бать, рассказал, он по такой цене не отправляет в Мерсилуцу. Он говорит, выше не поднимает. Если мы говорим о том, что ее приказы, понимаешь, что слоя в то, что ближе к делу, да, то, наверное, не совсем справедливо поднимали камеры в Беларуси и молочного отрица, да, и нашего отрица сажали. Поэтому то, что вы, наверное, многие покупатели, да, и обратили внимание, вот какая была традиция белорусская в XII-XIV году по качеству, какая встала она сейчас. Качество на нем поделилось. При этом начался точно так же под видом сыра позиция сырных продукт, под видом масла позиция сырных продукт, да. А зачем мы тогда должны поддерживать? Когда мы многое можем сами. Спасибо. Спасибо.